опять снимать некому снимая сам сам себя очень продолжая собирать наполнение второго фронтона вот уже нарисовался створ ворот будущий 3 на 3 ну там чуть чуть меньше будет за вычетом этих самых самой воротины рамы рамы воротины то есть сюда вы чё стальная рама вставлен поворотом будет отдельное видео вот немножко намучился с выставлением вот этих вот палок направляющих досок я хрен знает как их звать я не профессионал право называть их так как мне хочется вот очень тяжело было их поставить в уровень во все стороны чтобы относительно столбов они стояли в уровне относительно друг друга ваши эти две стены должны быть более неровные что в них стоят ворота будущее вот как обычно недособрал закончились саморезы все фронтоны наконец закончил верхний сложный зашил от ворота зашил профлист заказал его чтобы начать заливать заливаться зашиваться профлистом как это не странно нужно сделать въезд для чего спросите вы а для того чтобы загнать в гараж козлы они же тура они же стремянка лестница не знаю как нажать короче то с чего я буду зашивать крышу а с чего я буду зашивать крышу правильно с дуката но чтобы дукат смог сюда заехать нужно сделать въезд поэтому сейчас начинаю облагораживать все объезд вбиваю колышки выпиливаю в размер по длине въезда опалубку потом буду трамбовать место подъезда и есть буду делать по принципу финского фундамента то есть свезу все камни валуны булыжники огрызки цемента с участка и просто залью все что останется раствором раствор будет густой и правилом сделаю плоскость въезда привязывать не буду плите сварочный артель сварга активно развивающаяся компания с десятилетним практическим опытом производства и сварки металлоконструкций в подмосковном городе лобня в арсенале ребят имеется все необходимое оборудование для производства технологичных конструкций отвечающих запросам самых капризных заказчиков это и всевозможные виды сварки лазерная дуговая аргонные всевозможные станки из чпу включая лазерную резку линии порошковой традиционной окраски изделий прессы дыроколы гильотины в общем все для того чтобы постоянно улучшать и совершенствовать качество духовой продукции основная специализация компании производства металлических ферм для быстро возводимых каркасов различных бытовых и производственных сооружений от малоразмерных петлиц до ангаров промышленного назначения ребята производят каркасы для прямостенных арочных одна и двух скатных ангаров складов гаражей и других подобных сооружений могут изготовить подобные конструкции любой нужный вам размер но особенно привлекательные цены у артеля уже готовые проектные комплекты которые в большей степени всегда есть в наличии также в ассортименте продукции артеля имеются некоторые эксклюзивные предложения например каркаса для барнхауса или декоративной арки под козырёк главная цель артеля обеспечение нужд заказчика в приобретении простых и надежных конструктивных решений с учетом современных запросов и тенденций развития этого рыночного сегмента при сохранении обеспособных центра ссылку на сайт компании и адреса ребят в соцсетях а также ссылку на их youtube канал оставлю в описании к этому видео соорудил такую вот опалубку может не сильно не шибко симпатичная иногда смотрю видео на ютубе люди там чуть ли не шлифованные доски делают смысл какой главная функциональность а не красота сейчас я еще пропеню про пропенивание опалубки на моем канале можно уже посмотреть насколько это действенная вещь сюда приварил такие вот трубы направляющие не с одной стороны возьмут на себя часть армирования а с другой стороны это будут маяки которые останутся там во въезде навечно по ним буду метровым правилам делать нужный мне угол въезда как раз вот значит останется что застелить все это дело пленкой там все 10000 раз трамбовано уже и под плиту трамбованную под дорогу застелю пленкой чтобы раствор воду не выдал сразу когда буду заливать и начну стаскивать участки ближайших дорог все ненужные валуны он всяких уже пару кинул поторопилась еще доставать придется пленку стелить валуны огрызки цемента вон там еще какие-то и всякие камни и буду в общем будут всякие разные буду потом уже бетонировать вот будущий заезд выстрелю полиэтиленом чтобы раствор когда сделаем вода сразу не ушла по скидывали все остатки бетона булыжники что осталось от плиты и и и и вот объехали тут близлежащие поля собирали боя бетона кирпича сейчас будем сюда маленько это все скидывать вот так вот безумно дико получилось все камушки чё были поскидывал тут остатки арматуры старый пару гнилых лежалых труб которые уже ну все на поделки никакие не пойдут все сюда скидал единственное что еще добавлю вот сюда где самый ну самый маленький слой будет заезда подвиски и добавлю буквально по одной арматурной сетки которые используются для отмостки чтобы не полопалась а вот этого дерьма я думаю тут на века хватит ну и все осталось купить цемента где-нибудь по спекулятивной цене песок есть бетономешалка есть и будем строить заезд после обеда что-то почувствовал скуку некую и решил сделать еще опалубку на вход навес на вход под дверь потому что тоже перепад большой совсем простенькую опалубку просто четыре брусины сколотил углы диагонали выставил пленку выложил там песок уже отбитый немножко на статках кирпича глиняного под ногами валялась его тоже накрошил на сюда правда сетку кину простенькую такую саму дешманскую сверху подумал завтра все равно весь говни в бетоне буду пару лишних замесов ничего не изменит зато сразу уже сделать ход нормальный вот ну делу время на потехе все оставшееся время поэтому сегодня больше ничего делать не буду потому что сейчас переоденусь и поеду кататься на своем 70-летнем друге или сколько 71 летнем и не посчитать 52 года ну короче вот поеду сейчас кататься дукатик привез цемента и кладочные сетки вот так вот ее выкладываю и все теперь думаю как говорит одна моя подруга теперь точно до пенсии вот теперь то что до пенсии хвост ну вот такая вот организация процесса песок особо не сеют так он достаю всяких корни камни 500 и цемент немножко фэри добавляю или что-то там подобного и вручную лопатами херакаем долго мучительно все не понимающий какой расход цемента будет ну я понимаю что уже не хватит сейчас просто понять насколько уйдет 5 мешков хватит вот крутим вертим так промежуточный результатность что у нас было 3 ой 6 мешков цемента 300 килограммов до мешали один к четырем на 44 12 тонна 200 песка и 300 цемента полторы тонны материала извели вот сделали чуть больше ну не чуть больше больше половины но еще не две трети но сейчас прийти в себя после обеда поеду еще цементика куплю хотя бы теперь понимать сколько его сюда уходит куплю еще пять мешков чтобы хватило доделать эту часть и вот там есть вход входа въезд восемь вечера за исключением двух часов перерыва на обед в общем сделали но блин силу-то что-то покинули сегодня тот въезд вот уже не буду делать на сегодня вот этого хватит сейчас отмою мешалку инструмент водичка еще смочу маленько на ночь пускай стоит сохнет мешать не буду вот там где-то мелкие что-то осталось это проще потом шпателем подровнять уже ну и завтра или послезавтра доделают тот вход и обязательно пролить водичкой ну вот почти три часа работы ну там два с половиной и вот такая красота это застынет потом опаловку сниму здесь еще сделаю такой приступок небольшой все равно уровень слишком высокий получается в прошлом видео было очень много вопросов о том как же весь этот каркас будет закреплен как же его там не сдует не перевернет и так далее вот теперь настало время ответа значит смотрите наконец когда каркас уже полностью собран полностью зашит лагами стоят у осины то есть все он уже ни вправо ни лево никуда и шелохнется я здесь каркас там спасибо оператор полный так вот когда значит нас уже все стоит на месте теперь нужно его каким-то макаром пришить плите а по сути по идее своей этот ангар считается самостоящим самостоящий то есть теоретически под собственной нагрузкой он стоит никуда деться не может максимум что можно и нужно сделать это исключить нагрузку на сдвиг то есть ну к примеру когда он уже будет зашить подумать суперсильный шквальный ветер того что он легкий его как домик элли из этого буратея в стране чудес который звали изумрудный травосель короче вот из той шляпы вовсе чтобы его не унесло ветром поэтому чем делать его нужно как бы анкера или на что-то такое купить в плите анкера ночь и дорогие то есть в моем случае нужно у меня анкера стоили чуть ли не по 400 рублей штука поэтому было было проведено совещание со старейшими которые рассказали как строили еще 50 70 500 тысяч миллионов лет назад была закуплена 12 арматура рифленая это важно рифленая арматура теперь у каждой ноги ангара будет буриться перфоратором два двернадцатых отверстия туда будет забиваться арматура сразу могу сказать я хейтер попробуйте вбитую арматуру вбитый диаметр равный самой арматуре и потом оттуда достать просто будет туда вбиваться чуть подбиваться куалды и вешаться на две-три сопли сладко все этого более чем достаточно в обслуживании 8 ног 16 креплений на сдвиг оно не денется никуда никогда вот режу на подходящие куски арматуру вколачиваю кувалдочку в отверстие если где-то не отверстия были под углом сделаны специально чтобы максимально туда вниз под ферму зайти а потом и при помощи трубы подгибаю ее крови и верхушки обрезаю остаются вот такие пеночки которые будут подварены ну а теперь осталось немного подождать пока забетонируется въезд и вход в будущий гараж для того чтобы безболезненно продолжить строительство следующим этапом вижу привести металлопрокат для сварки будущих ворот начать потихоньку зашивать крышу к сожалению как забирал и привозил профнастил снять не смог как обычно все было очень неожиданно и спонтанно и надо было быстро быстро все разгрузить ладно об этом уже в следующей серии ну а пока мы с дарьей александровны решили немного прибраться на участке подровнять подъезды после заезда в огород миксеров которые привозили раствор для фундамента всем удачи всем пока оставайтесь с нами и мы покажем вам еще много интересного из будней нашей трудоголичной семейки удачи всем пока